Вот, дорогая публика, здравствуйте! После длительного перерыва на моем канале вновь появился Николай Росов. Он не нуждается в представлениях, описаниях, просто вот Николай Росов, да, вот, любимец публики, кстати говоря. Вот, вот, пожалуйста. Очень рад вас всех видеть. Да, о чем вы сегодня нам расскажете? Сегодня мы поговорим про миф, один из самых, наверное, распространенных, который часто повторяет украинская пропаганда, это исторический миф под названием «Русь-Украина». Концепция Руси-Украины, которая была оформлена известным историком Грушевским. Как вы знаете, названы площади и улицы, его наследие живет в веках. Мы поговорим об этом интересном прецеденте, тем паче, что повод особенный, актуальность этой темы не вызывает вопросов. Да, 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 да. Нам всем будет интересно про это послушать. Ну вот, тема, как вы понимаете, очень интересная, но на Ютубе абсолютно непроходная. Ютуб – это американская компания, на которой на Ютубе действуют законы Соединенных Штатов, и Соединенные Штаты по какому-то нелепому недоразумению считают спецоперацию, проходящую сейчас на Украине, войной. И вот если кто-то поддерживает союзника, нет, не союзника, а кто-то пытается дискредитировать идеологию союзника Соединенных Штатов, это сразу может вызвать недовольство. Ну вот, по нелепости, нет же никакой войны, всего лишь спецоперации. Ну а пропаганда – это важнейшее и мощнейшее оружие в современных войнах. Ну а вы ставите под сомнение пропаганду нашего союзника, ай-яй-яй, мы к вам применим экономические санкции. Ну, сами понимаете, что мы не хотим применения санкций. Если вы помните, то ни одна крупная российская компания не захотела применения санкций и не стала работать в Крыму. Ни Сбербанк, ни все вот эти вот киты, связи, связные киты не стали работать. Но они все с хитростью делали. Тут у нас какие-то там дочерние предприятия, что-то там делают, а ну ду-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Можете звонить по нашим телефонам, находясь там, но как-то через наших каких-то вот других партнеров. И вот есть у нас замечательный партнер, называется он Бусти. Вот, вот такие вот дела. Вы можете на нем посмотреть полную запись этого видео, о котором мы сразу с вами говорили. Вот, ну вы понимаете, что платформа YouTube принадлежит России. То есть не Россия, а Калифорния, простите меня, Соединенным Штатам. Вот, собственнику, который живет в Соединенных Штатах, он подчиняется законам Соединенных Штатов. Вот, было бы нелепо, например, в каком-нибудь там, сорок каком-нибудь году, если бы на американском радио или в американской печати выступали бы вот противники Соединенных Штатов, ну скажем, японцы или немцы, да, с рассказом про то, что мы правы. Мы правы, понимаете. Наш противник не прав, мы правы. Ну так же и сейчас. Так что вы уж извините. Ну так же сходите на Бусти. Бусти это такая платная платформа. А платный сервис, он российский, принадлежит какой-то российской компании, которая, правда, по-моему, в Голландии имеет, нет, 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 не в Голландии, это Яндекс в Голландии аккредитово. Ну тоже, наверное, наверняка не подмосковным каком-то латышино, вот, а где-нибудь за границей в них офис. Ну вот они работают, там можно, там можно. Так, и там можно за 50 рублей-то посмотреть. Там такая цена однократная, она не такая уж большая, ну кто хочет. Но так хорошо рассказал Росов, я был в полном восторге. У меня прям сердце кровью обливается, что я вот не пропускаю это в общий доступ. Всего доброго вам, до свидания. Всех вам благ. Внизу, кстати, есть ссылочка не только на вот этот мой Бусти, есть ссылочка и на канал Росова. Ну пока, всех вам благ. До свидания.